Этот прибор практически умещается в руке, его размер меньше дамской сумочки. Однако он настоящий прорыв в онкологии. Электроимпендансный маммограф, в отличие от своих больших собратьев, не излучает рентгеновские лучи. Поэтому подходит для обследования груди даже беременных и кормящих женщин. Принцип основан на сопротивлении биологических тканей электрическому току. Здоровые органы обладают одинаковым сопротивлением, в отличие от патологического очага. Экологический очаг создает разницу потенциалов, которые формируют изображение на экране. Пациентки отмечают, что обследование на нем намного приятнее, чем на рентгеновском аппарате, а также намного безопаснее. Там идет надавливание, как две пластины идет, и чуть некомфортно себя чувствуешь. А здесь вообще даже не ощущаешь никаких болей, ничего. Очень комфортно и очень невредно. Опять же, там же идет излучение рентгеновское, а здесь как бы не вредно. Здесь можно раз в год делать для профилактики. Если предположение есть, то можно и два раза в год. Аппарат находится в городской поликлинике номер 2 около года. За это время на нем по полюсу ОМС обследовали более полутора тысяч человек. У аппарата 250 электродов. Обследование проходит с помощью переменного тока, делая снимок молочной железы. Однако на нем также видны очаги, которые помечены другим цветом. При нажатии компьютер показывает электропроводность конкретного участка. В зависимости от того, какой очаг, какая у него электропроводность, мы можем предположить то или иное заболевание. То есть в данном случае мы видим картину, которая подозрительна на рак молочной железы. Принцип работы похож на томографию, ведь за один сеанс врач получает сразу 7 изображений. Это скан молочной железы на разных уровнях. Первый через 4 мм, а дальше каждый 7 мм. Таким образом, на снимках просматривается вся молочная железа, ее строение и возможные новообразования. Ведь рак молочной железы занимает первое место среди злокачественных новообразований у женщин. К чему нужны скрининговые методы обследования? Именно для выявления на ранних стадиях. То есть, когда человек не имеет еще никаких жалоб, нет никаких симптомов проявления заболевания. То есть, а только какой-то очаг, который мы выявляем. Когда пациент уже обращается с жалобами, когда уже он находит у себя какое-то, не дай бог, образование. Соответственно, в этом случае, как правило, это уже не ранняя стадия. Именно поэтому врачи рекомендуют проходить обследование регулярно. Например, в рамках диспансеризации. А также два раза в год посещать гинеколога. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, Телекомпания, Город.